День ее кончины Дева Мария была восхищена на небо, но это знаем мы и узнали апостолы спустя определенное время, но тогда-то, когда перестало биться сердце Матери, Господа и Спасителя, все воспринимали это как реальную смерть. И потому сегодня день кончины Божией Матери. Но почему же тогда такой славой и такой радостью овеен этот праздник? Никакой скорби, никаких темных рис, никакого воспоминания о кончине и о погребальной пещере. Совсем не случайно, потому что Царица Небесная силой божественной была выведена из этого состояния смерти и восхищена в Царство Сына ее и Бога нашего. И потому Церковь не празднует кончину Божией Матери. Мы празднуем кончину ее Сына Спасителя в Великую Пятницу. Мы оплакиваем плащаницу, произносим особые слова молитв и песнопения, которые выражают нашу скорбь. Спаситель умершлен в тот день, который мы называем Великой Пятницей. А вот в День Успения у нас нету никакой скорби, одна только радость. Из всех Богородичных праздников Успение наиболее торжественный, может быть, и особенно праздник такой, который внесет в себе большие спасительные смыслы для всех нас. А в чем же дело? А в том, что смерть Богоматери, которую Церковь назвала Успением, будучи реально физической смертью, силой божественной стала действительно Успением, Сном. Но ведь мы не только о Божьей Матери говорим, используя слово Успение. Всякий раз, когда мы говорим о покойнике, мы говорим, он усопший, не мертвый, усопший, уснувший. Почему Церковь, а через Церковь и вся современная, по крайней мере, русская культура восприняла это слово, как обозначающее человеческую смерть и покойника, как человека уснувшего, усопшего? Только потому, что реально смерти нет. И то, что произошло с Богородицей, с Девой Марией, это нам с вами сигнал из той глубины веков о том, что нет смерти. А есть завершение одного этапа жизни и переход к другому этапу жизни. И вот этот день перехода от одного этапа к другому и называется Успением. Но душа человека, его дух не подвержены смерти. И вот в этом заключается смысл всего того торжества, который мы сегодня совершаем, вспоминая о кончине Божией Матери. Внерелигиозное безбожное сознание не оперирует всеми теми понятиями, которые сейчас я попытался сформулировать. Для нереверующего человека смерть – это конец, гибель, небытие. Человеческое сознание с этим не мирится. Хотя атеистические философии, прочно вошедшие, если не в сознание, то часто в быт современных людей, ведь об этом и говорят, смерть – это конец, небытие, больше ничего нет. А сознание наше и дух сопротивляется этому. Как сопротивлялось сознание и дух сопротивлялся десятков и сотен предшествующих поколений. Возьмите величайшее творчество художников, огромные духовные, культурные, эстетические прозрения человечества. Но если бы люди верили в то, что они умрут, и что эта смерть будет гибелью их полного небытия уничтожения, то могли бы они создавать шедевры, имеющие вечное значение. В человеке искра бессмертия, в его сознании, в его душе, даже затемненным антирелигиозными предрассудками, беззубием идеи о человеческой кончине, как о прекращении всякого человеческого бытия. Но а те, кто, не размышляя глубоко о смерти, принимает некие общие инерции, понимание смерти как конца, как кончины, как гибели. Что происходит с этими людьми в момент, когда они становятся свидетелями смерти? Им очень тяжело. И чаще всего они стараются избегать, избегать не только своих мыслей, но даже участия в различных церемониях, связанных с человеческой смертью. Вот мне приходилось наблюдать вновь установившиеся практики в западных странах, когда приносят гроб на кладбище, если его не сжигают, чаще всего сжигают, то происходит некая церемония, либо религиозная, либо нерелигиозная, какие-то речи произносят, а гроб стоит на таком лафете, и потом люди расходятся. И когда они расходятся, то гроб начинает медленно опускаться в могилу. Это делается для того, чтобы люди не были свидетелями этого процесса, как близкий человек, умерший, уходит под землю. Ведь это травмирует современного человека. Это в каком-то смысле провоцирует его на глубокие размышления. А это не надо. Надо, чтобы человек думал только о том, как удовлетворять своему желанию потреблять, потреблять. И стремиться к удобству и удовольствию. Вот это стремление к удобству и удовольствию является как бы главным ориентиром развития современной нерелигиозной цивилизации. Ну и в самом деле, если Бога нет, ради чего человек живет? Если ему говорить ради подвигов, он спрашивает, а во имя чего подвиг? Как в Советском Союзе нас учили, что подвиг вы делаете раме будущих поколений. Но умные люди думали, ну да, конечно, а что будут представлять из себя эти поколения? И уж почему я должен делать что-то для кого-то, кто будет жить после меня? А для меня-то что? Не работает эта модель. И поэтому возникает у мыслящих людей вопрос, а вообще для чего все то, над чем мы трудимся? Что мы созидаем? Если исключить перспективу вечности, то все эти вопросы обретают совершенно нелогичные ответы, исключающие значение этих ответов для того человека, который эти вопросы задает. Потому что все обращается куда-то в будущее, где самого человека уже не будет. Так что же это жизнь? Во имя чего-то, о чем мы не знаем? Почему нужно жить для того, что будет когда-то, о чем мы не знаем и не знаем, каким будет это будущее? Поэтому, исключая перспективу вечности, мы действительно превращаем в кошмар человеческую смерть. А поэтому и заботливая современная цивилизация, обслуживающая наши потребительские устремления, старается сделать так, чтобы поменьше человек соприкасался с умершим телом. И если еще в России сохраняются традиции отпевания в храме при открытом гробе, то там, в тех странах, с которых многие хотели бы брать пример, ничего подобного нет. Я вспоминаю случаи своей собственной жизни. Я очень был дружен с одним выдающимся математиком, который был наполовину русский, наполовину швейцарец. Родился он в 20-е годы в Советском Союзе, потом с матерью уехали они в Швейцарию. И, конечно, нас как-то жизнь свела, мы подружились. И уже, будучи в преклонном возрасте, этот человек умер. Он был православным человеком. И незадолго до смерти получил от меня какое-то особое благословение, о котором он просил. Ну и, конечно, по моему настоянию, его отпевали в нашей русской православной церкви в Цюрихе. Ну а пришли все его знакомые, в основном либо протестанты, либо люди неверующие, из научной среды достаточно много людей было. И вот посередине храма стоит закрытый гроб с этим рабом Божиим Георгием. Я облачился в алтаре и говорю служителю, «Пойдите, откройте гроб». Они пошли, открыли гроб. И когда это произошло, весь храм ахнул. Такое впечатление, что произошло что-то невероятное. Гроб открыли. Лицо покойника открыли. И когда я вышел к этому гробу, я увидел смятение на глазах людей. Это не принято. Нельзя травмировать современного человека, упивающегося комфортом и живущего во имя благополучия и комфорта. Поэтому для действительно человека неверующего смерть – это конец, это гибель, это трагедия, это обрыв всей жизненной логики, всех устремлений, всех надежд, всех радостей, всех страданий. Все. Все заканчивается смертью. Это гибель с большой буквы. И вот с этой гибелью не соглашается наша душа. Поэтому вера в бессмертие – это не только религиозная доктрина, это не только религиозное вероучение, это внутреннее самопонимание человеком, его личности. И вот еще о чем нам следует помнить. А почему такой страх и такое неприятие смерти? Это одна реакция людей на то, чтобы исключить мысли о смерти – уйти, не видеть. А другая – превратить это в шоу. Ведь нет, наверное, ни одного боевика без смертей. А иногда десятков и сотни смертей. Как валятся на улицу сраженные пулей люди. Как умирают идущие в атаку солдаты. Гора, трупов. Сотни смертей в одном фильме. Смерть как шоу. И что происходит? Как в первом случае, о котором я говорил, есть попытка отделить реального человека от созерцания смерти, так и во втором этом случае попытка превратить смерть в шоу. Даже интересное, захватывающее. А какой же боевик без смертей? Опять все направлено на то, чтобы человек потерял возможность задуматься о том, что есть смерть. Ну и последнее, самое важное, о чем можно и нужно сказать сегодня. А можно ли без шоу и без прочих средств, которые использует современная безбожная цивилизация, не иметь страха смерти? Есть ответ. Как это можно сделать? И нам об этом говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он говорит так. Если ты оставляешь грех, если ты побеждаешь грех, то исчезает страх смерти. И вот это самый главный вывод из всего того, о чем сегодня в связи с великим событием успения Пресвятой Богородицы, нам, земнородным, нужно подумать, как тогда не было страха смерти ни среди святых апостолов, ни среди всех тех, кто окружал Богоматерь, а была радость, так и нам, конечно, не дотянуться ни до какой радости, но изгоняя грех из своей жизни, из своего сердца, из своего радузума, мы обретаем силу, которую не можем обрести никакими другими земными средствами, силу победы над страхом смерти, силу, превозмогающую человеческий инстинкт, силу, которая открывает наше сердце навстречу бессмертию. Изгоняется грех, а вместе с грехом изгоняется страх смерти. Аминь! С праздником поздравляю вас! Игорь Негода, игорь Негода, игорь Негода,